всем привет наслышан очень комплекте анти линзы вот сейчас давайте сделаем просто такой сравнительный тест магазин их скотчей взяли в разных автомагах и виниловых магазинах где продают эти скотчи да вот и сделаем такой тест возьмем комплект анти линзы ну допустим пусть быть проза у него есть свой скотч праймер и сделаем вот так то есть мы на конструкцию наклеим несколько образцов на грунтованную поверхность то есть которая будет обработан праймером и на вторую поверхность у нас будет без праймера без грунта без чего и просто будем смотреть какие скотчи на отрыв пойдут лучше хуже вот посмотрите давай лег это вот у нас лёха ровный сейчас он будет своими ручками это все делать тут у нас все написано 3 для крепления зеркал 4 килограмма на 1 метр здесь у нас идет 6008f какой-то скотчик это вот этот здесь у нас прозрачный силиконовый 1006 и 30 319 вот этот кстати очень похож на этот немножко так что ты сделал лег а то есть его здесь праймером до промаза все дима ты пока нарежь полоски этот вот из этого говеного полотна которая только что психану порвал а вон ножик возьми вот так что это первая полоска до есть первый нет он до прозрачный прикольно прозрачных на самом деле по нашим наблюдениям прозрачный клей скотч с минимальной адгезии из всех то есть еще и что происходит плюс он еще очень сильно растягивается образцов 5 5 5 образцов день действие получается аккуратно ничего себе ты дерзкий вот кстати наш угол который матери после дня потолочника это был февраль месяц что ли там когда много очень говорили что блять иван журавлев там такое говно представил ну да представил говно суть была не в этом и показать самой идее вообще в клике ну ладно забили вот он стоит уже здесь года полтора наверно он уже тут он местами сшатанный но тем не менее тут не пузырей ничего нету такой он прям как каменист получился ширина конструкции очень узкая здесь 15 сантиметров да 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 конечно скажу все это полная хирота пацаны там подложили что-то давай ладно вот это вот это анти линзы до анусе не очень пошире наоборот ну конечно все правильно сейчас разложить не буду все ровно должно еще заработать нам так чем разгладить вот возьми специальный шпатель есть такой все правильно чего монтажника под рукой на объекте есть темы придавливаем чтобы быть слушай ну а может быть лег может быть все таки если быть объективно здесь 6 миллиметров здесь 8 миллиметров анти линзы 10 миллиметров ну ладно не ну во всяком случае у него адгезия то по-любому сильнее будет на немножко ну как почему площадь площадь соприкосновения больше ширине ширине до режь давай пусть все объективно будет пополам прям режь вообще убери он давай наклеим новый просто пополам разрезаны не будем использовать да просто оставим здесь основу давай давай режь не стесняйся вот это еще нужно да ладно зачем тебе я же тебе говорю в москве можно с четырьмя пальцами работать не тут дел не привык с детства хват не хват не такой вот это уже вот это уже да видно сразу странно сейчас на тебя на клея до наклей середины чего вот там уже складку сделал я вижу а ты вот зря смеешься вот из-за таких складок у людей пузыри на углах получается ну ладно не суть проверим он в этом месте отойдет весь здесь прям бугорок его ощущаю поехали давай клей полотна или чё ты хочешь скотч оторвать эти могу сказать что ты ни один здесь не оторвешь нам нам только с полотном и полотна сначала праймером обработать или ты не будешь обрабатывать эти буду допустил и как можно саратов 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 innovation technology давай прям перчаткой так сейчас еще промахнется давай я подержу а ты в курсе да что тут на нет специально чтобы человек закрывал когда когда не пользуется начал уветриваться скотч активируется сильным давлением на склеиваемой поверхности то есть если вот вы придавили просто так то скорее всего он не будет работать его надо продавливаться сколько тебе их надо 10 нет где ты с фраймером делаешь где без 5 ты все будешь с фраймером делать нет только 5 будет нет тут еще важный момент пвх пленка дышит и и дышит она выделяет какие-то бяки вот и за счет этого склеиваемые пвх поверхности всегда сложно проще две алюминиевые полоски склеить чем два пвх тем более натяжной потолковой так давай это у нас вот это анти линза до 4 но мы когда будем отрывать я думаю просто буду говорить какой где вот такие потолки нам делать просто тут перехода уровня мохнатый да и ни у кого вопрос какой угол чего там подогревает тренер полотно чтобы линзу минимизировать праймер говорят дешман дешман какой-то white spirit беспонтовый экономим экономим каждый рубль чтобы вам говном говно комплект поставлять чтобы вы мучились на объект и попадали встревали на бабки а мы тут такие будем радоваться и потирать ручки говорит что чуваки мы подняли бабок на вас нам надо подаводку набивать и пацаны будут по пять комплектов нам надо надо срочно на коньяк вариант есть то что этот напиток пойдет составщиком все-таки больше напиток богов возьми на эти ножичком подцепи лезвие 100 с торца лег с торца они так тяжело отходит давайте помогу не ладно скажет иван ты все весь эксперимент нарушен своими рукожопыми руками все творит вообще но вещь от пройдется исправиться вот эти вот поглаживание по скотчу это все тоже не работает еще один опять нужно брать лёх брать его так вот пальчиком надавливать сильно тогда это будет нормальное сцепление вот так вот да ножом прокатать забыл как все было наши валики с собой найди угловичок так ну что ждем полчаса чтобы ролик подлиннее получился для ютуба я думаю я думаю мы не будем прерывать видео мы сейчас об чем-нибудь поговорим вот для того чтобы для того чтобы тут потом лишней возни и разговоров не было а то что-то столько недоверия что не хочется лишний раз подвергать сомнений ну подожди пусть этот вот эти вот тоже немножко времени пройдут но пока те что срвать пару пару минут ну я не знаю я в принципе мне без разницы можно и за это время уже понять условия одинаковые клеили одинаковые так по хорошим конечно трое суток выждать надо когда скотч наберется максимально адгезию я думаю рвать надо так как будто бы вот он тянется это будет это будет более правильно первый скотч у нас был такой на кривой основе 30 319 6 миллиметровый давай сейчас подожди фокус настрою давай вот так вот со стороны что это с праймером да все обработано давай вот давайте не слез до от полотна от полотна разорвался просто давай дальше чем с какой там где прозрачный нет какой 10 06 вот дальше идет стоев подожди не стоев это прозрачный должен быть а это он и есть ли это он и есть до 100 f это у нас прозрачный скотч тоже на кривой основе вообще используется в оконной промышленности чаще всего дожди не давай так здесь что у нас здесь тоже на полотне все осталось немножко на конструкцию кусочек следующий участник следующий участник это у нас для крепления зеркал прям на около воплощенной в жизнь все круто давай это белый молочного цвета акрил хорошо прошел тут очень грустно да он прям отошел спине на основу так дальше анти линза должна быть нет нет ага тоника нет анти линзы последний вот это вот анти линз там вот этот вот должен быть 60 08 f подожди но он тут расслоил сюда пополам прям и на алюминиевой основе тоже остался значительный кусок давай анти линза тут у нас чё тут у нас слой практически весь остался на алюминиевом основе ну и на полотне тоже практически весь вот помнишь не те говорил за пузырь там отошел вот он здесь помнишь ямка вот она ямка здесь была вот я вам говорю что прилегание вот кстати здесь вот обратите внимание угол вклеивали то есть но в клейка без пузырей и соответственно проблем с монтажом не возникло вот очень важно на конструкцию на алюминиевый приклеивать без всяких вот таких вот шишечек пузырей поэтому ну то есть он здесь отходит прям практически весь вот как бы о чем я и говорю так повтор давай повтор 319 давай я сейчас все отклеим без грунта единственная профиль работал водкой а ну да слегка сначала внедрила для смелости ну от полотна прям вообще сразу отошел вообще прям на сухую на алюминиевый конструкция остался до ковыряли достаточно бодро отходит от конструкции на самом деле просто по полотну я так полагаю не хватило сцепки чтобы его подтащить и подцепить побольше вот с ними его пытаюсь чистить он не хочет этот скатывается условия разные разные скотч с этим надо сравнивать а там ты возле губы там пузырь нет к алюминии у них адгезии у всех плюс-минус хорошие вот чего не говори праймер только лишь повышает эти свойства 10 06 10 06 давай это у нас прозрачным был тоже платно весь практически отошел видел что ребята кемеровские ставят на этот скотч привет вам ребята большой дальше у нас вот еще одна наука уплощенную жизнь все для зеркал ну давай оп но это вообще не предназначен это вообще уже пито какой-то 60 08 давай еще четно платно схватился он смотрю прилип на тут я явный претендент из магазинных скотчей на на лидерство ну да полотно он прилип профиля без грунта ну скатывается скатывается давайте у нас асмут ну естественно грунт лучше от чего у нас а анти лиза ну давай погнали опа алюминий отошел на ну и к вопросу полотну приклеился хватило ему нагрузки чтобы удержаться на пвх основе но не хватило чтобы зацепиться за алюминий по усилию но давали в твоих не дворе последние два что анти линзы и вот этот по моему по усилию то есть на разрыв ты прикладывал больше усилий чтобы оторвать но грунт конечно грунтом намного интереснее отлично так но получается у нас два фаворита да это скотч из комплекта анти линзы и 60 0 какой там 60 08 и они вот эти вот рядом прям были да да ну да и он был здесь и он был здесь мог принципе по давай еще раз наклеить рядом ну давай потому что один был приклеен обратной стороной смысле пленка но она с обратной стороны более гладкая а вдруг есть разница мало ли до частоты эксперимент грунтуешь как украл нормальный светом ночью хорошо поперек на клей вот тогда побольше я снизу сниму удобнее просто будет но если мы так наклеим тут анти линзы яну победит потому что у нее 10 миллиметров идет толщина немножко ушла неровный лег а вот прям по этой режь видно сразу я думаю полмиллиметра нам погода не сделают и поровну поделил потому что там тоже они как раз на конусе прошло тут тоже придави здесь кстати такое небольшое отступление в анти линзе использовались вот такие язычки для того чтобы удобно было демонтировать и использовать бумажный лайнер для того чтобы опять же не вот это тот не мучиться не подцеплять но сейчас он лег покажет ну да ровней для хоровный выравнивает доставьте его в покое ладно здесь не надо подцеплять все сделано уже за тебя в клещик так готово дергаем дергай сперва вниз анти линза вверх давай с анти линзы начинай на чем нацепиться извиняюсь за свой французский но опять разорвалась вся основа акриловая пополам клеющий слой везде остался на своем месте что на полотне что на конструкции давай этот теперь скотч 60 08 примерно одинаково получается примерно одинаково здесь вот сверху немножко но я смотрел когда ты вклеивал ты немножко это здесь тоже видишь пузырь то есть но чуть-чуть складку дал и это складка не приклеил конструкцию я бы сказал анти линза он равномерно разорвался сама сама снова но он пополам обычно рвется вот мы сегодня утром делали тест на новом праймере пробовали другой праймер использовать в связи с чемпионатом сейчас тяжело купить этот праймер который был в первой партии вот но в итоге все равно мы останемся на нем потому что вот здесь вот был новый праймер ну и сами видите не а вот полоска сами видите ничего есть не осталось то есть праймер не работает фуфло полное вот остаемся на то с чем мы и работали все какие то будут у тебя комментарии заключения комментарии ну по скотчу ну вот у нас просто понимаешь как бы специфика еще нужно подбирать толщину скотча нужно ширину скотча подбирать то есть если в автомагазине это найти как бы то в принципе это это рабочий вариант или нет можно пробовать да ну праймер нужно но с праймером да согласен ну грунтовка да назови простыми словами грунт вот перед дешманский какой ну да собственно вот еще один момент на самом деле он всегда всегда работает как бы всегда есть такой момент в плане срока годности сколько и при каких условиях хранился тот хоть где он лежал по условиям хранения я те такой небольшой любез делаю что скотч может храниться он сохраняет свои свойства при отрицательных температурах дольше то есть так у них вообще по специфике срок годности не ограничен но у нас стоит ограничение на комплект два года там процент да у них диаграмма даже есть как теряется свойство теряет свойств не критично вот нас ограничение на антилинзе два года то есть но я считаю что это более чем достаточно для того чтобы этот комплект использовать полностью вот да даже это много суть если не заморачиваться по толщине скотч на скотч клеить нельзя есть хорошо вот сделать с перекладом можно его использовать но опять-таки я бы все-таки грунт но вот если например вот этот скотч использовать с подкладкой то есть если мы делаем пластиковую основу и приклеиваем на эту основу скотч где-то в регионах может быть если там проблематично купить что-то готовое опять-таки все это стоит время стоит времени и денег нужно тратить есть готовы продукты возможности я думаю что